На урочке наших кораблях на Балтике формируется вторая Тихоокеанская эскадра. Главляет на улице Адмирал Рожестовский. 42 кораблей. Эта эскадра в октябре 1904 года выходит в Латвийску моря. Представляет переход вокруг Герополь, вокруг Африки. Через 4 месяца достигает воду за Старом. Лично мы будем по-русски, 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 которые мы друг друга ждут. Находясь на куче здесь, в поле и получают различие о том, что корабля будет ночной на улице. Николай II принимает решение о нашем кораблях, следовавшем в том, что корабли продолжают движение. Главляет на 14 мая 2014 года находится в Корейском проливе. Пролив расположен где расположены между Кореей и Кореей, это единое тогда государство, и Японии. В Корейском проливе расположены в Латвийске острова. 14-15 мая в течение двух суток состоялся бой между нашим кадром и Латвийском флотом, который исторически придумывал данные тусинского сражения, ну или просто тусинский, да? В общем-то из 40 боевых кораблей 19 наших кораблей было отоплено, 7 кораблей в Латвийском проливе, 5 тысячи мая в течение двух суток, 7 тысячи мая в течение двух суток. Адмирал Тижегори ранен и Зоцкого пролива. Но если мы говорим там языком, например, военно-морской академии, то это слово «Ромборно-морск». В огромный участок в летном сражении остается на плаву, два отсека в отопленных, 16 погибших, 88 раненых. После боя уходит вот сюда на Филипинские острова, в порт Манива. Значит, Филипина находится в Поблинике, в Соединенных Штатах, скажем, в нейтральном государстве. И с разрешения Николая Второго, экипаж корабля откатывается в дальнейшем в День Европы. В августе 1905 года в Соединенных Штатах, в городе Форфу, подписывается «Мирный договор» между Россией. Называется тоже как «Форфу. Мирный договор». Да, больше ничего не всегда не подписывает. В принципе, после этих событий, он возвращается на бал, и продолжается. Ну, а может быть, если будут предложения, в 1905 году был август. В генеральном сражении войны явилось руссинское сражение, которое Штатах проликало. Потому что, ну, если брать все предыстории, да, всегда начинает интересоваться, что это читать, можно просто сказать, что эти ребята, они тут 300 лет вдруг за другом летали, да, поскольку они были в опиумении войны, которые вела Британия, да, закачивали сюда в Китай наркотики и тому подобное. Ну, в принципе, все в башку язычок. В Китае территория всегда закрыта, да. Как будто разрешено нескольким фирмам там именно торговать, в общем-то, Англию это не устраивает, да, потому что так как они не устраиваются на рынок, в каком-то, да, грубо говоря, начинаются вот эти опиумные войны. Ну, грубо говоря, что, значит, вот отсюда вводят пункт мак с такой наркотрафикой в Китай, и просто скрывают, что это сделать. Ну, как они не пустят их себе, значит, сейчас... Ну, вот почему, грубо говоря, эти вот опыумные решения... ... 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